всем привет предание старины глубокой продолжаются у нас рок-музыка как вы знаете началась задолго до того как многие из тех кто смотрит эти ролики родились появились на свет но тем не менее ничего страшного в этом нет потому что все доступно все можно услышать увидеть даже потрогать как вот я трогаю пластинку группы street walkers и еще одну пластинку группы street walkers street walkers если уж так перевести но я их пока откладываю в сторону потому что хочу поговорить о парне которого голос которого многие большая часть наверное из тех кто смотрит ролик слышали потому что песня с пластинки майка олфилда crisis shadow on the wall некоторое время беспрерывно звучало на всех fm-радио по крайней мере тех которые транслировали так называемую рок-музыку помните такой хриплый крик какой shadow on the wall вот это самое shadow on the wall поет роджер чапман удивительный певец совершенно неповторимым голосом голос его действительно неповторимый и славен он не только своим голосом вот один из сольных альбомов роджера чапмана а славен он тем что являлся фронтменом лидером главным действующим лицом группы family чудесный которую я с детства люблю можно сказать к сожалению издание мне такое где два альбома в одном два альбома в одном но зато другие не в одном другие разные это сольный чапман еще это еще сольный чапман это вот family anyway про который немножко мы поговорим сегодня оригинал и новодел это family bandstand оригинал и новодел прямо ведь как я люблю эту команду это family 1 music in the house тоже соответственно в двух видах вот эта любовь это правда любовь потому что группа удивительная группа можно сказать уникальная в своем роде и так она завораживает что с первого прослушивания как только я ее услышал у своего знакомого друга даже я бы сказал своего друга саша старцева меломана который был постарше меня занимался фарцовкой немножко в те годы и потом его прозвали саша с кримами потому что он собрал все пластинки группы крим благо их немного всего эрика клептона а также всего эрика бёрдона и все что варилась вокруг крим у family всего семь пластинок в диск да так вот когда я услышал у саши с у саши с кримами эти чарующие звуки этот адский голос роджера чапмана и всю музыку которая обрамляет этот голос я тут же просто понял что это да это одна из всех групп которые мне нужны и вот я их все имею теперь все пластинки этой группы кроме одной правда второго альбома у меня нет family entertainment ну думаю что найдется на рано или поздно что я хотел сказать про этот коллектив до у коллектива 7 пластинок всего дискография на самом деле их 9 потому что есть пластинка вот такая from past archives аркис не изданные на номерных пластинках песни ничего не повторяется все песни новые ну не 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 изданные раньше и концертный альбом еще есть группы family каждый из этих альбомов достоин отдельной истории отдельного рассказа потому что настолько они хороши настолько они разнообразны но начну я для тех кто не слышал никогда группу family а слышал только роджера чапмана в виде исполнителя на пластинке майк олфилда crisis с песней shadow on the wall я посоветую послушать вот этот сольный альбом роджера чапмана mail of the magic это 1981 год джон вэттен здесь принимает участие много кто здесь принимает участие тим хинкли играет на клавишах на всякий случай покажу про чапмана пластиночку и сразу можно понять проникнуться голосом чапмана с песней она он soldier неизвестный солдат который открывает альбом это одна из ста песен наверное которые я взял бы собой на необитаемый остров да так условно говоря то есть если составляет список стал лучших рок-песен для меня она он soldier безусловно да войдет тут все есть тут есть и мелодика и прекрасная игра гитарная и барабанные басовые клавишные все 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 это есть замечательная аранжировка и невероятный уникальный голос роджера чапмана который раскрывается здесь вовсю от лирики до своего вот этого фирменного крика можно не крика а пение вот этого хриплого пения как на shadow on the wall только лучше еще he was she was следующая песня это такое мрачное кабаре который обожает чапман он сочиняет песни на блюзовой основе в принципе но иногда уходит в такое вот мрачное чудовищное кабаре как примерно джим моррисон в дорс у него тоже кабарешных этих штук мы полным полно на каждом альбоме ну все здесь хорошо я хочу перейти к фэмили поэтому еще замечу про песню хая граунд предпоследнего на второй стороне и ground flow последнего на второй стороне это такие рок симфонии просто с распевным вот этим диким криком чапмановским просто чудесная штука очень хорошая пластинка очень советую роджер чапман may add magic 1981 год но переходим собственно к группе фэмили я расскажу потом подробно про каждый альбом сейчас для начала скажу следующее вот эта пластинка anyway это четвертый альбом фэмили 71 год вот этот новенькая наверное или получше будет видно даже она так затейливо оформлена со специальным вот этим вот пакетиком я ненавижу эти полиэтиленовые пакетики но это так надо так задумано потому что внутри уже нет практически ничего внутри есть вот так вот раз и все и пластиночка перед нами лежит здесь половина альбома концертная первая сторона плена альбом студийная и вот эта концертная сторона она записана ну можно сказать хорошо но не очень это никакая не бутлаговская запись это качественная студийная студийно-концертная запись но она немножко такая глуховатая потом запакую однако там все понятно тем не все слышно и слышно вся мощь весь hard группы family дикая тяжесть напор удар просто в мозг так они играли невероятно невероятно громко невероятно при этом изысканно не похоже ни на кого и их все время обвиняли в том что это смесь артрока с тяжелым роком и они все метались между вот такими прогрессивными делами и откровенным тяжелым роком на тяжелый рок у них совершенно не такой как скажем там у дипепа уладзепелин прямой тяжелый рок рифовый очень сложные очень интересные штуки замешанные с одной стороны на буги с другой стороны как я уже говорил на кабаре с третьей стороны на балладах и все это вместе и все это в какой-то такой симфонизм уходит на самом деле то есть вот этого ничего нет оркестров никаких нет это все от лукавого это рок-группа играет но построение песен она в чистом виде оркестровая несмотря на то что электрические инструменты все на такая оркестровка без вот этих лишних всех вот этих вот вот этого тоже ничего не то плотная оркестровая ткань и вот эта концертная страна она дает как раз представление о том как звучали family на сцене как пел чапман вживую на сцене без всяких студийных обработок good news bad news первая песня она сразу вышибает просто и диким криком чапмана пением точнее пением чапмана и мощнейшей игрой музыкантов willow 3 хоны the compass и willow 3 полу акустические произведения очень сложные с флейтами со скрипками с мандолинами из гитары джона уитни очень роковые очень мясистый такой хороший ну и strange band последняя песня на первой стране странный ансамбль и действительно становится понятно почему этот ансамбль странный потому что он очень громкий очень мелодичный очень жесткий очень едкий очень ядовитый и очень музыкальный очень красивый практически симфонизм такой присутствует в музыке группы фэмили это все слова надо конечно слушать music and the old house это первый альбом который можно обозначить термином психоделическая музыка не люблю очень много раз говорил что не люблю эти всякие термины а в самый первый альбом фэмили который я услышал это вот этот называется fearless вот он вот это последний альбом и цены муви очень хороший про которые отдельно потом расскажу а вот это вот самый fearless сюда в состав пришел джон в этом это у нас 73 год пришел джон в этом нет этого я прошу прощения 71 и пластинка красоты неимоверной вот эту я имею ввиду штуку здесь есть все и тяжесть фэмили и мелодизм и фантазия безудержная совершенно первая песня between you and me начинается с раскачки вроде бы с тихой потом переходит в такой то что я бы назвал свинг свинг английский рок английский рок чистый ни с кем не спутаешь ни с каким американским но он так рассвингован безо всякого джаза при этом так здорово он так несется вперед и он прозрачный и с акустикой и с электричеством и все это вместе и все это прозрачно и чапман поет мощнейшим своим таким сэд дэй бэрли бэр флай это кабаре в аду вы представьте от котлы горят черти там все сатана и там кабаре такое вот это самое и есть love and love and sing третья песня она похожа немножко по построению по приемам использованным на gentle giant в плане голосов здесь такие хоровые барочные распевки много такое многоголосие переплетающиеся что сразу на ум приходит gentle giant очень похоже но более в сторону конечно тяжелого рока спенништайд очень красивая а-ля испанская такая пьеса поначалу начинается это спенништайд потом врубаются барабаны синтезатор гитара джона витни пение роджера чапмана который подхватывает джон в этом и куплет поет джон в этом своим вот этим матовым таким бархатным голосом потом к нему подключается чапман и они вдвоем поеду голосе с разными тембрами так это чудесно звучит голос вэттона такой вот матовый да как я уже говорил и сверху наждак роджера чапмана и вот двухголосим они продолжают раскачивается раскачивается драйв раскачивается темп просто набирает песня и летит куда-то просто летит с дикой силой safe home for three последняя вещь на первой стороне опять-таки чистый английский рок в прочтении family затейливый со всякими мелодическими придумками с хуками с крючками то есть да со сменой ритма сме смены темпа смены палитры меняется в оркестровке группы меняется меняются тембры меняется динамика все так интересно просто здорово таки partners children легенькая веселенькая песня кринки грин тоже что-то такое облегченная зато blind уже чакман развернулся со всей своей мощью песня достаточно страшная blind предпоследняя на второй стороне и берлин бриджерс бриджерс настоящая настоящая драма настоящая настоящий шекспир вот что я могу сказать по эту песню много акустической гитары но очень все плотно очень все давит вперед в хорошем смысле с басом с барабанами бас вот она вообще здесь но в этом всегда мостак играть такие ударные партии ударные мелодические фразы и со своим тембром который пробивает все насквозь его никто не мог заставить вам играть мягко на вас гитаре у него все время бас такой пробивающий ну видимо авторитетом давил ничего здесь не сделаешь и вот это берлин бриджерс она несмотря на акустичность поначалу кажущаяся она так вот бац и покруче чем назарет с блэк саббатом так что вот за это стоит выпить про family я еще много много буду говорить потому что это супер группа на мой взгляд я редко ошибаюсь потому что я много слышал всего доброго пока пошел пить